28 декабря погода бомба планер обладает запасами энергии что же будет скоро горы друзья почему я так переживаю с точки зрения мотор запустится не запустится холодно серёга ну как нет нет я тебя доверяю мне а я тебе не доверяю ну ты себе бы я тоже не доверяла тебе доверяю ладно спасибо вот сейчас я ныряю вот он я смотри как сказочный ящер зато мы попробовали то что испытывает нужник олень вот олени 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 все не будем больше пугать а то нас заругают зеленые местные так никогда не делай а нельзя итак друзья серёга мне помогает сегодня в тяжелом деле вы не думайте он на костылях бегает быстрее чем я без а почему на костылях да потому что он сломал две ноги сначала одну ногу ему сломала такси все думали конечно про плане сломал ногу на параплане нет это было всего лишь такси а второго он уже сломал сам потому что с одной ногой ему было обидно что на нее не на параплане сломала это было еще до начала полета в индии и он сидел в индии грустил грустил потом решил полетать много дней успешно летал а потом в один из дней решил что этот будет последний день больше не хочет летать и он взял и сломал вторую ногу на посадке так что вот такая вот история а сейчас он хочет на планере полетать не знаю зачем но вот такой вот смотрите какой смелый так серёга будешь мне помогать чем тебе помочь снимаем у gopro 10 на голове у меня будет диджей action 3 она будет с радиомикрофоном вчера радиомикрофон от нее не сработал две восьмерки я сейчас засуну туда попытаемся сбить их планером на взлете чем куча планов и так диджей чем хороша тем что микрофоны расположены вот в такой коробочке и подлость в том что микрофон вынимаешь он по идее сразу работает он сразу включается но вот этот этот почему-то сегодня не включился видимо это была моя ошибка что его вчера не включил вот он включился в нем загорелись сразу же все эти вот хрым хрым один микрофон я серёге даю куда-нибудь повесь один вешаю непосредственно себе кейс закрываю смотрю еще раз что как вы видите горят вчера я видимо просто не включил его но он сам почему-то включился вот я помню что он включился чем диджей пока для меня загадка вчера ночью эту камеру практически изнасиловал я ее тряс всеми возможными способами пытаясь так сказать добиться от нее результата по нормальной записи звука поставил на ней самый широкий угол так теперь камеру включаю на запись диджей включила запись и я подключаю радио микрофон к ней он который вроде как написано что 15 часов должен писать ну и чё ты пишешь хоть работаешь тварь что-то написал и красным горит 1 1 1 1 1 2 3 заблокировал ее все чтобы она больше ничего не могла сделать поставил замочек может быть это это нужно было на диджей великолепно снимается поездка нам на колесе чем хороша эта камера она легкая прям на лбу не чувствуется вот этого веса тяжелого потому что если бы у про 10 или там 11 обязательно нужен видео модуль чтобы звук писать радио микрофона и вот это все обрастает такой конструкции что дико неудобно а сейчас прям вес такой небольшой мне комфортно удобно могу даже головой потрясти чуть-чуть почему они делают так летом друзья но не там нельзя ставить камеры потому что можно сбить какой-нибудь самолет неудачно то есть попадет камера винт и все и контент огонь уж понимаете что это не очень хорошо как же хорошо друзья вы не представляете какое-то несказанное удовольствие без снега жить вот как час на самом деле у нас бывает в среднем два раза две недели в году лежит снег на этом аэродроме но как правило вот примерно так вот сейчас 28 декабря солнце травка зелененькая роса до сих пор не высохла солнце конечно уже или еле греет серега с костылями уже сидит ну как успешно вполне но видишь как хорошо друзья видите на моноколиногрессе с костылями это конечно контент огонь что же мы такое сделали вот камеру gopro 11 к ней модуль который позволяет подключить микрофон вот подключен микрофон радио и питание радио микрофона и камера идет от пауэрбанка вот такая вот чудесная конструкция чем она хороша тем что позволит мне записывать звук весь полет на заднюю камеру соответственно это позволит легче синхронизировать переднюю заднюю кабину и буду даст вариант звука запасной потому что как вы видите звука много не бывает а и а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Унижаем! Чтобы вы понимали, никакого риска, потому что каждую секунду я знал, куда я приземлюсь, если чекнет мотор. Хочешь ротор посмотреть? Нет. А? Нет. Ротор хочешь посмотреть? Нет. Ну давай посмотрим, ничего страшного. Друзья, вот самое страшное место для планиристов. Ротор. Со склоном. Но так как ветер не сильный 15 км в час, ничего там страшного нету. А мы... Ну снега, кстати, мало выпало. Еле-еле. Правда, этот склон южный, но все равно. И вот на этом дираже мы выше склона. А склон у нас тень лайнера скользит. Красотища немоверная. Уменьшаю обороты и глушу мотор. Сейчас винт немножечко провернется и попадет в вертикальное положение. Пошла уборка и есть наборчик. Есть в пищи даже приборчик. Смотри-ка, посмотри. Можно наушники снять? Да, снимай наушники. Аллилуйя. Аллилуйя. Надоело? Ну... Трахтеть надоело. Ну... Что поделаешь. Итак, есть ли набор? Самое интересное. По крайней мере, активно мы не снижаемся. Я так соскучился, друзья, по полетам, что смысла в этом полете большого не было. Разве что Серегу порадовать. Но тут уже много. Дорогого стоит порадовать друга, да? Вот уж. Петлю хочешь? Ну подожди, высоту жалко. Да как высоту жалко, а? Зато мы в петлю рядышком с облаком, рядом со склоном. Знаешь, как прикольно будет. На самом деле, вот на этом склоне мы с Наташкой лет 6 или 7 назад летали в марте или в апреле. Я представляю, да. Все в снегу было. Там вот под нами парапланированный старт. Смотри-ка, нолик. Честный нолик. Высота прям не падает. Сейчас пройдем облако, Серег, и там впереди откроется вид на Еленоболе. Вон, видишь, три озера? Угу. Вот. За ними Горенобыль. Так. Болтанка пошла, минуса. Попробую пробиться чуть-чуть на... Уфига себе какая болтаночка. Разворачиваемся. Тут это добром не кончится. О! О! Вот это да! Разгоняюсь. Что, хулиганить будешь? Да. 28 декабря. Погода бомба. Планер обладает запасами энергии. Высота равно скорость. Ну, точнее, меняется на скорость. Вот сейчас мы меняем на скорость. И пикируем в склон. Разгоняемся до 200 км в час. Что же будет? Скоро горы! меняем энергию скорости на энергию высоты друзья энергия есть видите я болтаюсь в чем-то не скажу что это чистый какой-то динамик некая смесь мне кажется дует не только ветер дует аж написано 52 километра в час у меня прибор показывает но явно врет быть такого не может если было 52 километра в частного тут перла выше крыши у нас в общем-то еле держит но все-таки держит на крыле обледенение кстати немножечко присутствует то что мы в зоне видишь как раз конденсация так что посматривая на крыло чтобы действительно введение по полной программе не схватить видите друзья то был поток на нет это как раз признак того что он может быть знаете где вот облака впереди демаскируют почему здесь потому что видимо какая-то корреляция с отскоком от хребтов впереди эти не над склоном от перед склоном проверяем закрылочек в идее сейчас должно переть и не прет серега ты помнишь как наш тобой полет который ну когда вот ты с парапланом а я без помню конечно бросил погулять тебя бросил помирать то что же думал что поток есть а его раз и нет но я же хотел как лучше давай зато ты как я тебя красиво сейчас по скальничку прокачу но давай давай какие какие друзья и скорой 200 может зафигачить аж дым идет весь сосульки должны быть красивые нет сосулек нет сосулек сейчас я ручку на тебя потянуть сколько мы высоты наберем поднялись вот это 150 бросил медленно не страшно ну что есть что-нибудь луна есть вершины а потока нет как вы вниз то ты посмотри а вообще не густо вообще ничего нет о гу 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 минус 4 минус 5 я чувствую же откуда ветер дует японский ты бог вот это мы вот это мы влипли мы сейчас перевала впереди не пройдем так вот это сейчас пошелим а я не знаю мотор запустится в такой мороз второй раз или нет я не уверен поражен чем если что приземлимся ты хромой как вы как мы до дома дойдем когда друзья один хромой другой косой неужели ветер южный я вообще не понимаешь что творится так значит на чертежах западный 150 150 какой-то какой-то заколдованное место здесь себя так не говорит так ну ладно в любом случае мы единственный способ это тянуть впереди пытаться хребет перетянуть если нет справа будем обходить и как-то низами выбираться если что справа под верху ром можно сесть там есть поляна вот это мы пошалили нормально сейчас вот эта стеночка подвергнут да ты вспомни предыдущую стеночку подбирала так думаю в чем может быть моя ошибка ошибка вроде ни в чем я вот внизу справа на поля садился вот там вот ну ты знаешь тебе пальто нужно поменьше друзья почему я так переживаю с точки зрения мотор запустится не запустится холодно нужно всегда рассчитывать на то что что-то пойти может не так был у меня уже незабываемый случай такой но хорошо что я дотянул до аэродрома приземлился но верить мотору вообще в общем то не стоит лучше ему не верить так они рванут ли нам через перевал страшный на это смотришь проходим нормально проходим дальше это ты тебе кажется проходим а ты не знаешь как яска минуса здесь бывает но вообще до учитывая что мы в ротор летим да давайте друзья как это пожелаем нам удачи 150 180 ну давай попробуем проводов здесь точно нет я проверял а перевал мы должны проскочить даже мне страшно а а серёга ну как нет нет я тебя доверяю ну нет а я тебе не доверяю ну ты себе бы я тоже не доверял а тебе доверяю ладно спасибо ну зато друзья мы вышли на зону откуда мы точно долетаем для нашего аэродрома то сейчас мы о птице ухуууууууууу они тут что тут делаете вообще красть カэш ваууууууууууууууууууу или ну если они набирают значит а мы можем в роторе типикают пикают вот они смотри встай да хороший че махает халтурщик мы на тебя рассчитывали да махает или машет ладно пошли по хребту это важно какие красивые заносики прям мечта горнолыжника что такое что тебе страшно конечно я тут классно смотри мы еще высоко как над этими зубьями летаем но ведь прикольно а то по-другому летать скучно опять не будем охотиться они все равно ничего хорошего не показывает так а с левой стороны на 10 часов горнолыжный парк посмотри на склону катается кто-нибудь или нет а тут не видно не катается не видно я смотря как можно вот мы видишь кажется что сейчас врежем сибирь и ну да а мы можем перепрыгнуть под давай посмотрим крест на верху или люди человек 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 вот это маньяк он думает вот это до маньяки я я поделюсь внизу на вот этих всех горочках катаются лыжники которая с кайтом ну как их называют кайтер вот я слушаю когда концентрируюсь на полете я начинаю слова забывать русские и не русские из фото ружья его с фото ружья его хочет сниму на видеокамеру как он красив мужественный человек потом на левый засорка видишь а он есть и вот он опа он нас снимает как мы взаимно взаимно прекрасные чем хороша эти хороши микрофоны внешне тем что можно не знаю работают они или нет сейчас показывают что работают сейчас я друзья попробую максимально близко к нашему товарищу подтянуться 120 мне скорость я прям над ним пройду час так 120 есть и скольжение главное вот он об я думаю мы порадовали товарищи ну так он представляешь как стараться старался лес сюда и теперь он подумает что вот это я конь вот это я молодец мало того может он нам пришлет фоточку друзья давайте так сказать попробуем вездесущую силу интернета и распостим сегодня 28 чего там декабря эти даже даты забываю и на горе в которой находится западнее пик де бюро кто-то зашел на гору но это явно француз потому что мы во франции но вдруг вы сможете как-то так он тоже может быть поищет нас и найдет можем фейсбуке фоточку серебра фоточку сделал сделал отлично серебра сделал фоточку уже хорошо я бы тоже сделал но я видите снимаю парил кстати заметьте звонил все пою да это был сая парил а ты не хочешь попробовать на пик де бюро вперед прыгнуть я попробую вероятность очень невысока что так сказать вот мы там будем вот он раз он на нас смотрит все время вот а мы смотрим на него а птицы прилетели к нам помнишь вот эти вот дурные под нами только что прошли он так как ты думаешь он на потом да 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 он и сейчас на лыжах да вот это он будет сейчас зажигать это наверно целый день надо идти чтобы один раз скатиться как это называется скитуру да вот друзья у нас оказывается здесь есть скитуру мы встретили настоящего скитурущика я хочу какой-то такой ракурс красивый с ними сделать только еще не придумал такой но не мало бы не получится может быть я справа виража в ротор за ним прыгнул на не да почему знаешь как весело будет попробуем вот он тем более уже уходить собрался у нас крайний с тобой заход друзья я сейчас попробую сделать правый вираж у нас на нем придержит я справа виража в ротор но много высоты мы не потеряем будет очень красиво приготовились блин скорость низкой 100 черт можете высоты не хватит это может и не хватит да эх все продуплил я ну в ротор там не хватит а выбраться нужно пойдем в роторе давай пробуем вот сейчас я ныряю вот он я смотри как сказочный ящер зато мы попробовали то что испытывает лыжник а прикинь он вот так туда прыгнет так да страшно слушай он же вот так и пойдет как мы только у нас то крылья есть а у него нет брр как страшно друзья я боюсь таких гор с таким уклоном я вообще еще тот горнолыжник хотя у меня фрирайдерские лыжи вы все знаете да у меня их drinkings вот мой знакомый продал когда работал продавцом в каком-то магазине спортивном скал волков ты прирожденный фрирайдер я вообще не знал кто я прирожденный но пришлось отращивать что я фрирайдер так вот сейчас я мучаюсь уже сколько лет у меня лыжи лет надо 15 все я ну мне нравится конечно но тяжело особенно если знать что я еще не умею тебя возьми ручку на секундочку зал вот так зафиксирую 1 1 1 1 микрофончик работает смотрите в этот раз включился без всяких проблем продолжаем нашу замечательную съемочку я взял ручку так высота высоты у нас немного с этим не поспоришь но у нас впереди прибил моя ручка это знаешь эту историю как разбился инструктор с учеником как на в новой зеландии на горе монте кук пилотировали два человека а даже по-моему не разбились они сели на склон какая-то такая байка может быть и их потом спасли но они не пилотировал ни один и в момент втыкания как-то получилось что все закончилось хорошо давай так считать это у меня грустные истории не люблю я хороших историй я катаю дядю серёжу по елочкам а лось бежит где лось настоящий да точно лось был ну либо лось либо очень большой олень давай скорее искать оленя как это в лес сейчас мы с криками гигигигей неужели мы на олени не не сможем но для оленя он слишком велик 2 значит в каком примерном месте в языке друзья ищите лося я вам даю картинку кто найдет лося полет со мной на планере нет лося в лес бежал серёга а чё серёг я ты увидел а я то нет ладно сейчас вираж делаю пожёстче тебе чтобы плоти найти и пикируем а вон еще кто-то бегает под нами вот точно этому этому уже я вижу это мишка там оба не какие-то да по-моему это мишки мишки медведи там по их три по моему сушину жирные давай вот это это нам надо так друзья прицеливаясь крылом тут где были мишки или кто там был по-моему это были мишки убежали так характерно переваливаясь переднего задней ну я вот так разворачивай склон так никогда не делай а нельзя и теперь иду низко над мишками где они вот в этом лесу было открылись а олени 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 все не будем больше пугать а то нас заругают зеленые местные так никогда не делай а нельзя и теперь иду низко над мишками где они вот в этом лесу было открылись а олени 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 много все не будем больше пугать а то нас заругают зеленые местные будут трижды правы так мы сейчас еще можем высоту продуплить и сам понимаешь неизвестно как будем приземляться друзья вот кстати настоящая лавина посмотрите вот крылом я вам показываю какая классная лавинка сошла и кстати есть поток небольшой серёга расскажи как ты на этой горе чуть не остался но это с другой стороны это с южной стороны было но сейчас ты начинаю рассказывать мы туда попробуем подлететь высоты маловато мы пошли 2 января надоело пьянствовать решили что надо разбавить активность или полезли на гору 2 января в такую же погоду примерно на эту же гору ну да тут снега побольше было наверное вот но наверх то мы залезли с трудом начали вниз спускаться по ледяному колуару вот но в какой-то момент со снега вышли на лед где был уклон но градусов наверное за 40 ну и я благополучно усвистел вниз по этому колуару метров 300 ехал быстро ехал далеко и потом внизу ждал два часа пока ребят ко мне спустятся на мне ни царапинки не было яблоко которое было у него в штанах превратилась в пюре как у него кое-что что еще другое было у него в штанах не превратилась в пюре непонятное чтобы понимали место откуда они начали подъем вот вот этот вот сейчас я вам покажу это вот внизу слева да 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 долетим до этого врага потом правда можем до аэродрома не долететь ну ладно история так история вот начало тропы а крыло сейчас показывает вот в то место но ночью за перегибом скрыта где серёга шуршал аж дым идет но куларчик видно вижу что хорошо тянет впереди у нас замечательные тарелочки летающие предыдущем ролике мы снимали вам приключения сергея вот кулар с которого он там шуршал вниз восходящий поток достаточно сильный я думаю что мы достаточно бодренько сейчас выскочим волну я смогу поздравить вас с новым годом уже с большой высоты конечно ощущать себя в шортах над снегом весьма круто с другой стороны почему бы и нет тепло реально солнце вот это которая светит через этот парник фактически дает очень много до куларчик видно так между тем нам надо водить домой камеры то еще не разрядились но разрядилась у нас батарейка высоты ну тебе хоть понравилось серёга я в восторге восторге так это хорошо сейчас будет дорог по емкам единственное что это может быть не так красиво то что солнце в морду светит немножко освещение все портит так смотри почему-то нету восходящего потока я бы даже сказал что нас льет есть такие жирные славные минуса да мы наверное не будем с тобой шалить потому что рискуем не долететь до аэродрома друзья придется обойтись без шалости но разве одну маленькую не без шалости то что я не вижу елки они вот прям под жопой полетели совсем мало прощаемся с пик дебюром сейчас видный кукулуару мини серёги хорошо курс на аэродром и высоты у меня ну так вот на пределе посмотрим даже чем это закончится продолжают тестировать диджай камеру вроде как работает вроде как микрофон даже работает город вейн закатных лучах солнца гора уль которая совершенно не видно я бы прижался к ней новым что мне почти не видно склонов и мало того прижимания ничем хорошим не судит потому что от трясет толку от этого прижимания никакого поэтому лучше уж тянуть на чем есть а там видно будет над аэродром 600 метров до аэродрома километров 10 поэтому я вполне рассчитываю что нам дире низкого качества всего остального если не нарваться на какие-нибудь мощные нисходящие потоки должно хватить я верю наш планер серёга верит в меня поэтому мы ничего не боимся где мы сегодня летали чтоб вам показать ну собственно чуть сзади беленькая горка вот на ней мы встретили нашего коллегу горнолыжника этого скитур чека я считаю что любой полет это всегда большая радость на серёга да а знаешь какая часть самая веселая в полете посадка правильно самое главное шасси на посадке не забыть может лоботями пройдем пониже давай без хулиганств давай тусе позвоним что мы это подходим вот друзья чем хорошо сотовая связь тем что можно же не позвонить максик знаешь как обрадуется да если успеет выбежать друзья у вас бывает такое что жена вечно трубку не берет вот у меня вечно телефон куда не засудит вот зачем человеку телефон чтобы быть на связи о вроде как прошел сигнал то есть а мы над домом сейчас пройдем выпускай макса кадре как раз лопати мальсилион домик мой солнечную панельками вы сейчас видите в центре бегает бегает давай от левого виража наверно или давай справа через плата такой эгегейной штуковиной и как можно ну теперь пройдем пониже над аэродромом я еще куча энергии обладаю попробуем в таком небольшом вираже вот друзья наша полоса наш колдун здесь лежала наша камера надеюсь она уже выключилась и смотрите сколько высоты я наберу вот теперь шасси как раз я ждал пока ты развернешься хорошо тормоза работает закрылок 10 полностью выпущенный закрылок и доклад царла по титангу ромью downwind landing to south погнали любимый орбитальный заход а серега как нравится в детальный заход да да страшник непривычно относительно запасенного количества энергии тебе кажется что все время не хватает ничего не получится я же не знаю сколько ее много я сейчас чуть-чуть убрал тормоза надо подлететь поближе немножечко чуть-чуть поближе иначе толкать самым же я не могу толкать надо бежать надо ехать сам толкать будешь сам толкать с камер тена ой проехали на вторую камеру будут обидно камеру раздолбать нормально нормально обе проехали все я сбрасываю скорость интерцепторы у меня где-то на треть остались сейчас я проверяю наличие механических тормозов а то знаете как поедешь к ангару а уже останавливаться придется методом торможения носом планера бандар нос это самая дешевая часть планера в принципе поэтому там мои ноги еще один повод сломать ногу волков врезался в ангар в ангаре пристреляны ли те же на кончик положил на асфальт он видишь вижу вижу справа фух-фух да доволен да это хорошо что же глубоко уважаемые любители лет и глядспорта вот так мы немножечко слабенько пошалили потестировали камеры я надеюсь что все записала по результатам попробуем собрать ролик серёга морду поверни свою чтобы тебя тоже засняла во скажи что ты доволен а ну говори быстро что ты доволен скажи как как что чувствует парапланирист планере скучно но прикольно